что же всем привет с вами саша пуговкин или гадридик тому как удобнее и пробую я сегодня в режиме терминатор лично для меня то есть я работаю без предварительного монтажа грубо говоря как бы в прямом эфире исключением конечно что это не стрим управления командиру в центр управления так центр управления нас сразу же вызывают обнаружение цели ближайшие события если у нас справа видите отображается что у нас строится что у нас исследуется сколько времени до всего этого осталось и сверху вот у нас обнаружение цели поскольку мы организация которая отслеживает вторжение инопланетян на землю то это в данном меню одна из наших основных кнопок и начинаем мы цели похоже не были обнаружены закончилось какое-то исследование смотрим совершенно закончено строительство электростанции начать новое строительство надо сейчас посмотреть что наиболее целесообразно вот модуль спутниковой связи у нас есть тут только еще одна электростанция поэтому пока ничего строить не будем до новых исследований давайте вот в инженерном отделе закажем спутник произвести дорогом как-то больно стоит 100 баксов а до нового финансирования у нас почти целый месяц нет значит пока что спутник не будем ничего пока что не будем обратите внимание вот когда в центр управления мы заходим насколько ускоряется ход времени когда мы включаем обнаружение цели пришельцы похищают людей мы получили сразу несколько вызовов места где появились пришельцы отмечены на глобусе вот видите везде как бы что написано что много очень видео есть где сказаны я своем видео говорил что очень часто у вас вам ставит выбор какой стране помочь вы смотрите по награде и по панике которые в этой стране вот момент будет сложность операции высокой но это понятно награда 4 инженера но я бы предпочел на самом деле деньги но тем не менее инженеры ученые тоже нужны это как ресурс для более быстрого исследования то есть чем больше у вас инженеров чем больше у вас ученых тем быстрее и по моему даже дешевле будут вам обходиться различные исследования но давайте видите в канаде у нас паника 2 очка во всех остальных по одному а нет а это канада вот великобритании одно очко в аргентине одно очко в канаде 2 очка сложность операции высокая награда 4 инженера и тут у нас рядовой длинный хуянка возвращается в строй то есть один из бойцов а может быть они оба уже выздоровели один из бойцов нет 7 марта там один был у меня на 6 дней другой на 14 один выздоровел и он уже более опытный пойдет в бой и это хорошо так вот здесь нам дают как бы потом еще нужно будет показать по казармам непосредственно там можно расширять казармы и конце концов бойцы будут от размер отряда будет достигать до 6 человек сейчас я подумаю переставлю так чтобы вам все это не наблюдать ну и что же особо сильно здесь некому да и нечего пока что менять пока нет ни брони ни оружия какого-то более нового единственное естественно длинному я дал медпакет у нас теперь поддержка более понятно было поддержка это медик тот который имеет возможность лечить на поле боя своих лечить а также если вдруг кто-то в бессознательном состоянии может поднять этого бойца и соответственно позволить ему выжить ничего начинаем операцию следующая операция пройдет в канаде по данным радио перехвата в одном крупном городе уже несколько раз видели пришельцев надо отправиться туда и разобраться с лунатиками центр я рейнджер ударный отряд приземляется ждем приказаний вас понял рейнджер штурм один может приступать к операции ну что рассмотримся пока на поле боя и вот то о чем я говорил видите появился скилл у длинного устойчивость называется то есть что этот скилл дает не дать бойцу в критическом состоянии умереть от потери крови то есть вот помните в первом бою у нас было что боец валялся стонал там давалось три хода чтобы оказать ему помощь но поддержки не было и в результате чего боец погиб и длинного естественно ни в коем случае нельзя выставлять вперед под удар он должен быть где-то за спинами чтобы в случае чего подлечить вперед у нас пойдет молодое пушечное мясо выходя примерно еще знать эти инопланетяне ну как обычная штурмовиков пока что тоже нет штурмовики чем хороши будут в дальнейшем то есть у них есть скилл что после передвижения они могут еще привести огонь даже после рывка непосредственно у большинства классов какого скилла такой возможности нет то есть либо передвижение либо огонь то есть они они и пришельцы упорно не желаются вскрываться сейчас тогда значит будем делать ход конем длинного подгоним поближе ставим 2 режим боеготовность последнего отсылаем как можно дальше вперед вот они вот они открылись два лунатика ну и думаю тут я шибко сильно заморачиваться не буду вживую мы их все равно не захватывать сейчас посмотрю кому наиболее удобно и гранату кину да и все нормально сразу сняли паника огонь молодец молодец я говорю в панике в принципе ну да паникуют они кидают так давай-ка вот сюда как-то вообще из обзора пропали на панике они но боеготовность естественно длинного тоже подгоним поближе вылечить он пока не сможет но хотя бы поближе подгоним вот этот у нас тут сныкался тоже сюда вот его пока что с возможностью огня смотрим дальше что произойдет тут не подконтрольный вот который в панике то есть можно было бы его попробовать отогнать назад но он не подконтрольный а видите машина загорелась его срочно нужно срочно нужно уводить оттуда контроль вернулся уводим его оттуда сюда подальше а длинному пусть его лечит вот так вот все вперед и граната нет граната не достает он как следует значит вот сюда вот чуть чуть поближе его ну вот машина взорвалась поэтому не забывайте контролировать горит машина или нет за которой вы укрылись это все здесь это может быть критично вот опять же машина видите перед ней она загорелась соответственно на следующем ходу она взорвется то есть нет смысла туда туда вот она здесь крадется может вот уже вот вот отлично можно кинуть здесь граната граната пошла так куда ее Пока что в боеготовности, всех пока что в боеготовности. Здесь нахрапом лучше не брать. Есть, видите, машина, которую мы донали, подожгли. О, еще один, вообще шикарный. Шикарный, вот и в этом, конечно, плане Икском, именно тактически. То есть, видите, мы в принципе особо не дрыгались, ничего, кинули гранату, подожгли две машины, машины взорвались, пришельцы, соответственно, отдали богу душу. Так, и тут вот этого надо бойца, который гранату закинул, его нужно вернуть, потому что он как-то ни рыба, ни мясо стоит. И не там, и не там. Опять же, двоих боеготовность. Ну, доктор пусть чуть-чуть продвинется. Снова боеготовность. Ага, вот еще двое. Видите, причем вообще абсолютно. С другой стороны, там, откуда я их и не ожидал, что они, что они могут вывалиться. Поэтому сразу же убираем из-под фланга у огня, стараемся убрать. Кстати, Добрынин, похоже, это русский новобранец. Тот, который гранату забросил. Ну, русские всегда были мастерами гранатами закидывать. Вот, видите, ну, не факт, что попадет, конечно, но... Тем не менее, говорю, вот эта вот боеготовность, конечно, очень и очень хороший режим. И сейчас вот эта вот девочка закинет сюда гранату. Я говорю, мы в этой миссии у нас нет, как бы, никого мы вживую не берем, поэтому экономить эти гранаты уже... О, все. Что, больно мучиться-то, да? И опять ставим их всех в боеготовность. И один ход ждем. Вскроется ли кто-нибудь еще из пришельцев. Никто не желает скрываться сейчас русского, да, у него русский флаг на... Флаг Российской Федерации на спине. Это русский боец. Сейчас мы его отправим открывать дверь, вот ту на воротах, белую. Но всегда, прежде чем кого-то отправлять на передвижение, вперед, особенно на разведку, желательно, чтобы как минимум один боец, а еще лучше, что все стояли в режиме боеготовности, чтобы если он вскроет кого-то, тем более сейчас он получается беззащитен. Вот, видите? Взрыв какой-то. Слышали? И показывают, что за спиной у него враг, а пока никого не видно. Откроем дверь. Вот он. Вот это вот, да. Это, конечно, очень плохо. Потому что огонь он открыть не может. Почему-то. Боеготовность здесь ему не поможет. Вот это она видит пришельца, но 21% Огонь. Огонь. Что теперь делать? Мимо, естественно. Вот это плохо. Это вообще просто караул. А этому нужно убегать. Тут больше ничего не попишешь. Убегать. Боеготовность. Остальные все, соответственно, тоже боеготовность. Ну и доктора вот сюда вот я отправлю. Но есть вероятность, что этот пришелец машину подождет. Но что ж тебе поделать? Вон там еще, по-моему, кто-то лезет. Стены ломаются. Что-то там он исполняет этот пришелец. Что я пока не могу понять. Ну и тут вариантов, конечно, немного. Нужно 61, 60% крита. Давай, давай, малышка, давай. Два очка хп сняла. Ну все, вперед. И Джексон у нас сейчас выведем его вот сюда на угол. Вот. Теперь он его видит. 60, 60. Ну тоже, в принципе, нормальный. Выше среднего. Есть. Убили. Так. Ну и, естественно, боеготовность. Добрынин тоже пока боеготовность. Пока рисковать не будем. И снова рисковать сильно не будем, потому что перезарядиться нужно вот этим двум бойцам. Когда они перезаряжаются, это время убивать. Автоматически теряется ход. Так, длинного, естественно, отсылать не будем. Ну что, Добрынин, на тебя вся надежда. Пошел вскрывать никого. Боеготовность. Боеготовность. Все-таки где-то сзади. Мы здесь не одни. Да, уж кажется. Но этих двоих естественных боеготовности я буду оставлю. А к ним перетащим вот этих двух телепузиков. И опять же рывок. Соответственно, бездействие потом. Этого вот сюда можно будет боеготовность поставить. По идее еще одна граната у меня есть у бойца. Все они целенькие, здоровенькие благодаря хуягу. Ладно, хуянг, давай. Пошел. Типа опять никого. Сюда. Боеготовность. Джексон. готовность на Добрынин. Мне так кажется, что кто-то на крыше здесь тусуется. Как туда на крышу забраться? Либо на крыше, либо может быть на какой-то из этих машин. Давайте вот сюда его будем уж надеяться. Ой, вот это вот, вот это конечно уже жопа. А, я имею возможность вести огонь. 60-10. Ну давай вот эту есть. Ну блин, всего два. Это конечно очень плохо. все. Одного бойца больше нет. Добрынин тоже попал. Вот так вот, это вот. Это вот. что-то прям я даже весь расстроился, пойду покурю. Но тут на самом деле вариантов-то немного, то есть можно либо убить вот этого сейчас, но тогда я рискую, что второй, скажем так, лунатик добьет Добрынина, и я потеряю еще одного бойца, либо выбегать, у них тут боеготовности никого не было, а остальных ставить, вот, она даже видит 20% нет, поставлю боеготовность, кто-то трыгнется, доктора сюда, тоже боеготовность, смотреть, они ведь могут и не дрыгнуться, а тот вообще он, фух, так, ну вообще вот сейчас есть вариант то, я вам помните рассказывал, если вот этого убить, который передает свои способности, то мы убьем сразу двоих, пробуем, в принципе расстояние маленькое, 48, 10, пробуем, есть, и мы убиваем сразу двоих, готов, мы убиваем двоих, вот, я в той серии говорил, но не было возможности представить, здесь вот я наглядно представил, когда инопланетянин кому-то свои телепатические способности передает, если его убить, то умирают оба, инопланетянина этого тактической возможностью желательно, конечно, пользоваться, но не ущерб отряду, естественно, так, ну и что же, теперь у нас Добрынина нужно всячески беречь, потому что еще одной такой встречи он не переживет, попросту, потихонечку их подтягиваем сюда, здесь, конечно, да, вот, даже примерно хоть бы знать, где, где и сколько их еще осталось из этих лунатиков, но уже вместе я их буду сейчас туда внутрь загонять, а вообще вот там уже теперь, что ж такое-то, как-то они вообще, супер-непонятно расположились, ровно как я не понимаю, как их вскрыть, так, как их Что за шум? Ну и где-то, здесь вот тоже немножко непонятно, то ли на втором этаже, то ли все-таки здесь в комнате. Главное, чтобы справа. У меня вроде никого нету. И опять никого не видно. Никого не видно. Такое впечатление, что на крыше. Ну как туда пробраться? Пока что ума не приложу. Вот так вот потихонечку, полегонечку. Под прикрытием друг друга. Потом, конечно, будет легче, все равно. Не думаю, что всех бойцов мы абсолютно потеряем. Хотя если потеряем, серия называется «Докуда пройду». Ну вот, где-то там. Уже более понятно становится, в каком направлении искать. У меня складывается впечатление, что каким... Каким бы умным Аи не был в Икскоме, эти пришельцы вот где-то сидят. Сидит вот он там, в этой комнате. И он никуда не дрыгнется. То есть он не ищет меня. Он не перемещается никуда. Вот у меня лично складывается именно такое впечатление, что каким бы умным Аи не был... Сами они тебя искать никогда не будут. Ой, блин. Немножко не подумал я. Опрометчиво я его отправил, конечно. Ну и опять же, такое впечатление, что на улице... Этот, пришелец или пришельцы... Что вот на улице, на вагоне они. Да, вот они. Два брата-акробата. Ну вот, мне кажется, вот все время, пока мы их искали, они тупо даже никуда не двигались и... Не собирались двигаться. Так, что у нас есть какой-нибудь реальный шанс? Двадцать семь. Нет, пока боеготовность. Потому что если опять вот эта телепатическая связь начнется... Но здесь зато есть возможность... Хитро-мудро... Достаточно их обойти. Что я и буду делать. Перезаряжусь. Молодец, что ты снова в строю. Я безумно рад. Так же точно, как... Девочку мы пошлем вот с этой стороны обходить. В принципе, если это два последних, то... Я думаю, сюрпризов не возникнет. Вот он опять. Телепатическую связь. И нужно его колбасить. Так. Двадцать семь. К тому тоже двадцать семь, но... Вероятность есть. Огонь. Мнимо, конечно. Мимо, но... Но, но, но... Тут у нас есть Добрынин. Если его подогнать сюда... Блин. Конечно, или пан, или пропал. Но кто не рискует, тот... Не пьет шампанского, конечно. Девяносто два. Сорок. Ах, чё ж так мало-то? Ну, огонь. Давай, давай. Мимо. О, всё, это жопа. Это даже не жопа. Это я даже не знаю, как назвать. Это полный... Это полный... Потому что Добрынина сейчас, скорее всего, завалит. Ну... Ну, шо ж теперь поделать. А может промажет ещё. Промазал. Ну, вот этот, наверное, по-любому не промажет, который жёлтенький. Так, и чё у нас ход пришельцев? Ну, да. Было бы странно, если бы он промазал. Всё. Ещё одного бойца мы потеряли. Мелобранец Добрынин умирает. Фак. Ну, а чё, тут только уже... Стрелять, стрелять и стрелять можно. Без разницы, в принципе. Ну, а теперь этот ему передаёт свои способности. А, видите, как-то... Что это? По-умному поступил. Да, же пытается флангово обойти. Но мы-то умнее. Так. Вот так вот. Шанс какой у нас? 79-60. Шанс очень хороший. Если мы его убьём, то убьём, опять же, обоих. Есть. Отлично. Задание выполнено. Терпимо. Ну, терпимо. Да, базара нет. Итак, поздравляю всех нас. Задание мы прошли. Опять два бойца потери. Два новобранца. Но... Ничего не попишешь. Операция выносливый судья. Интересно. Каким макаром здесь названия операций генерируются и даются? Тут нам показывается, что мы возвращаемся на базу. Ход времени идёт. Мы, кстати, прожили 8 игровых дней. По... Игровому летоисчислению. Ужасно. Мы попытаемся улучшить снаряжение, чтобы это больше не повторилось. Да уж будь добр, доктор Шень. Уж будь добр. Улучши снаряжение. И опять девочка у меня стала снайпером. Ну и прекрасно. Снайперы работают на огромных дистанциях и могут наносить очень серьёзный урон. Вот только в ближнем бою без тренировок они беспомощны. Ну это я знаю. Ну, пистолет потом ей плазменный, если что, сделаем. Новое умение. Выстрел в голову. Командиру Экском. Просьба прибыть в оперативный штаб. Повторяю. Командиру в оперативный штаб. Ну и на этом, я думаю, в этой серии всё. То есть, со стратегического планирования я начну следующую серию. Ну вот мы видим, что двое погибли. Двое в строю, причём даже не в госпитале. Без единой царапины. А двое погибли. Трофеи трупп Септоидов. Фрагмент оружия. Продолжить. И имеем возможность теперь строить мастерскую. Каждая мастерская увеличивает число инженеров на 5. Если есть и соседние мастерские, 7% единиц материалов возвращается после завершения каждого проекта. То есть, видите, будет стоить дешевле исследования и изготовления оружия, брони и прочего. Итак, отряд ИСКОМ помешал пришельцам. Теперь Калгари в безопасности. Государство Канады благодарит вас за помощь. Передаёт знак признательности четырёх инженеров. Европа в тревоге, Южная Америка в тревоге. Канада начинает успоканиваться. Паника снизилась на 1. Но, вот, я говорю, здесь, мне кажется, теоретически даже игра сделана так, что невозможно всем угодить. И рано или поздно пара-тройка стран всё-таки с финансирования уйдёт. Ну что же, хорошо, на этом мы заканчиваем. Я говорю, со стратегического планирования я начну следующую серию. Всем спасибо, кто смотрел, смотрит и будет смотреть. С вами был Саша Пугов, Кимели Год Ридди, кому как удобно. Совсем скоро увидимся и услышимся.